Между двух орлов жизнь пролетела, врага народа и вора. Не тосковал нигде без дела, хоть и была не топора. О предприимчивости проза, кто вшей кормил по лагерям, кому система лишь угроза, и кто на помощь шел друзьям. В шестнадцатом Толя родился, отца родного он не знал, на свет в Тбилиси появился, куда от красных дед бежал. В чине полковника у белых в войну гражданскую сражался, от комсюков остервенел их он на Кавказ ретировался. В больнице городской смотритель стал он на старости тишайший, там и казенная обитель, где до семи рос унук дрожайший. В двадцатых замуж вышла мама, Арджиникидзе друг-сподвижник, ждала за это позже драма, Алиев верный был партийник. Московский секретарь райкома, вскоре Алиев Искандер, квартира в Цыковского дома и рост карьеры всем пример. Тосик, так мама называла, стоял у гроба Ильича, слеза с лица его стекала, плакал и отчим сгоряча. Теперь о детстве поподробнее я рассказать вам попытаюсь, о всех друзьях из подворотней, о заняточности всекаюсь. Балины, братья-близнецы, друзья Алиева с Арбата, шустрые были огольцы и по привычке вороватые. Как отвлекающий маневр, Тосик шпанетой пригодился. На вид мальчишка был мажор, да и артист в душе томился. Пока внимание торговцев поймальчик внешне занимал, скрывалось сумки все у хлопцев, на что бы взгляд их не попал. Был пойман вскоре о Бармоте, Искандеру сообщили, а тот достиг уж сверхвысот, стал референт у Джугашвили. Алиев очень добродушный, решил, что сам тут виноват. Сыну контроль был очень нужный и развивающий стандарт. На базе АМО в те года школу для техников открыли. Серго Путевку дал туда, мозги, чтоб Тосику вкрутили. С одженикидзовской запиской встретил директор Лихачев, довольный новеньким мальчишкой. Зачислить в школу был готов. Но тут на Тосика взглянули перчатки с вешалки в пальто. К себе манили и тянули, и удержать не смог никто. Стянул он кожаные краги, с прострочкой явно заграничной. Тем избежал здешней шараги, да и вообще жизни столичной. В Атбериси пасынка отправил, отчим подальше от стыда. Родню присматривать заставил, чтоб не шалил там никогда. В школе учился Толик сносно, к точным наукам тяготел. Шутил бывало очень остро, щедрый, красив, а также смел. Гостинцы с матушки Москвы он от души друзьям давал. Ну а на отчиму рубли в кафе девчонок угощал. С дипломатических семей в Тбилиси что квартировались, нашел среди детей друзей и с кем почти не расставались. С Ахмедом Верным Фендеринским, посла иранского сынком, по духу возрасту с ним близким, юность бежала с огоньком. Один раз в месяц у посольства сушились дивные ковры, ручного явно производства, с узором редкой красоты. Чуть солнце только появлялось, Тосик в пролетке подъезжал, богатство мигом то срывалось, и след воришек простывал. Сменив одежду с ней и внешность, катили парни на базар. Ковер всегда считался ценность, и неплохой сулил навар. Несколько раз им удавалось перышком срезать кошельки. Французу с турком так досталось, пропали консулов шмельки. Однажды лишь сгорел на конке, легавый за руку поймал. Засомневался мент в ребенке, когда вдруг галстук увидал. Малого мусора отпустил, но в школу все же отзвонился. Вожатый галстук олешил, на месяц этим осудился. Топить надумал серебро с Ахметкой, что с завода вынес. Торксин скупал у них его, чеканит доллар в планах бизнес. Но их мечтам было не сбыться, с отцом вернулся друг в Иран. Кража случилась в той раскрыться, но Тосик избежал капкан. Двадцать пять лет спустя увидел Алиев друга своего, когда министром в союз прибыл Ахмет, друг Шаха самого. Однако в прошлое вернемся, в зловещий год тридцать седьмой, и в жизнь студентов окунемся. Курс шел у Тосика второй. В Тбилисский железнодорожный ходил Алиев институт. Театр был там молодежный, срывал овации он тут. Декан его был Товстоногов, а сын Георгий однокурсник. Один из лучших режиссеров станет позднее этот умник. Но не подмозги засветились Тосику вскоре, а этап. Терроры года понеслись, и жизнь катилась под ухаб. Отчима первого забрали, мать от кошмара умерла. Идейных многих расстреляли, страна в крови людской плыла. Допросы только кулаками, вина доказана была. Тело покрыто синяками, к стенке и токали тюрьма. Как член семьи врага народа, восемь впаяли лагерей. Севера дивная природа, не знала жарких вовсе дней. С вокзала в Котласе орел царский двуглавый его встретил. И с грустью он в душе побрел, декана в зэках, как приметил. Морозы с тяжкою работой, жизни косили в мерзлоте. Погреться было лишь заботой, дуба не дать на воркуте. Трепье на них не по погоде, от стужи вовсе не спасало. Пошить поклялся на свободе, робу тепло, чтобы держало. Клешню бывало отрезали, пахать за пайку кто не шел. Вождей на грудь себе клепали, курок легавый, чтобы не взвел. Собрали зэков на этап, в паром, как скот, подлай загнали. Еды не дав, убрали трап, и тут же люди зароптали. Заперли в трюм правокачавших. Народ в отчаянии выл. Алиев, к счастью для страдавших, ящик тушенки раздобыл. Ушел этап на север дальний, с молвой о тосике хороший. Так рос престиж его бескрайний, схваткою лидерской бульдожьей. Ходил с достоинством Алиев, выбрит отглажен, словно лорд, так отбывают деловые, и не мешает им развод. Спустился план к ним перспективный, пустить железку в Оркуте. Тосик проект импродуктивный, вызвался сделать на листе. Хозяин в шоке от подачи, пайку удвоил пареньку, только случилось все иначе, свинью подсунул мусорку. Вместе с проектом той дороги справку слепил себе Жиган. Скучно Алиеву во строге, вот и сорвался Уркаган. Через два года на рывок Тосик пошел с поддельной ксивой. Представить даже он не мог, с какой столкнется перспективой. К реке Печора Тосик вышел и в катер ловко напросился. Кто у штурвала, как услышал, то чуть на дно не провалился. Совждил Долрлага был замнач, и вез он сына поступать. Алиев тертый был калач, стал репетитора играть. Проплыли все они кордоны, чай с шоколадом попивая. Спасли его тогда погоны. В Архангельск вывела кривая. Добрался все же до Москвы. С Тбилиси Тосик созвонился. Те ксиву справить помогли, чтобы он нигде не запалился. В полиграфии институт он поступил как рисовальщик. Покой девчонки не дают, но был пустой на его карманчик. Как-то на лекции приятель билет в большой просил подделать. Алиев будет их создатель, а продавать он будет бегать. Карандашом простым обычным и на тетрадочных обложках Несколько месяцев привычно Тосик чертил билет несложный. Когда напарника поймали, при нем вещдоков была пачка. Следом Алиева приняли. Ждала Столыпина вновь качка. Война для многих стала горем. И каждый фронту помогал. Сражаться хоть и под конвоем Тосик отважно предлагал. Но за побеги не рискнули его в штрафбат даже принять. Тогда мозги его смекнули, как помощь Родине создать. Устроил в лагере турнир. Алиев карточный для зэков. Ставка и валенки без дыр. Разул всех опытных стратегов. Через барыг потом на воле обувку всю он распродал. Сто тысяч начальнику он вскоре на танк бить фрицев подогнал. В Рыбинской зоне срок тянулся, где отбывал почти бомонд. От бед людских не отвернулся и поддержал культурный фонд. Партнер Улановый там чалил, и та приехала к нему. Тосик свиданку им подправил, чтоб по-людски и по уму. За паханатом был Алиев. Комнату гостей подыскал. И хоть и годы непростые, клубники он для них достал. Освободившись на железку, Тосик устроился работать. Взял быстро парень на заметку, чтоб порожняк глупо прохлопать. Фрукты и овощи грузились в пустые крытые вагоны. И по маршрутам развозились. Там витаминов рационы. Дотошный бдительный обходчик крест на коммерции поставил. Сделав милицию, звоночек в лагерь Алиева отправил. С Руставской зоной на рывок через подкоп ушли красиво. Добраться до Одессы смог, где справил быстро себе ксивы. Снова в железную дорогу Тосик устроился как мастер. Но создал сам вокруг тревогу, вскрыв свой новаторский характер. Экономичный план ремонта пути для родины создал. И на доске почета фото. Трибун маячил пьедестал. Но не в Китай командировка, а на другой архипелаг. Жулику вызвала путевка в суровый край для бедолаг. На Благовещенскую крытку заехал он в авторитете. Неволя стала ему в пытку. Срок не одно десятилетие. А мнуха Сталинская мимо прошла Алиева, увы. Рецидивиз неутомимый. Был он опасен для страны. Пункт про хронических больных Тосик решил к себе перемирить. И отошел от деловых. Понятий, чтобы не похерить. После звонка осел в Москве и начал бизнес создавать. Спрос разузнал, какой вообще, что лучше будет продавать. Был в дефиците шоколад. Рецепт у Алиев разузнал. Стал штамповать через домкрат. Медальки форму придавал. Вскоре асфальт он изучил. И как дороги покрывать. Микрозавод первый открыл. И начал сферу расширять. Однако оба ХСС его доходы взволновали. Дали намек, чтобы не лес, пока опять не повязали. Ушел в подполье его бизнес. Два цеха, но в домашнем стиле. В одном парфюр не хуже дзинтерс. А во втором джинсы краили. Родоначальник производства. Тосик в Союзе первым слуг. Их тел воротил. Певцы, политики, танцоры. Шли к нему часто за советом. Вел деловые разговоры с растущим криминалитетом. После развала все же создал. Что в дальнем лагере хотел. Цех по спецовкам заработал. Но от налогов погорел. 20 век Алиев встретил. И вновь двугалового орла. Тенденции к счастью не заметил. Зрешняя жизнь, сказав, была. В 2003 он скончался. Вор, коммерсант, во всем идейный. Во многом разочаровался. Жестокий мир стал. И ничейный.